Сегодня произошло несколько важных событий. То есть, скажем так, хорошее оружие, которое получает наша армия, показывает хороший результат. И было несколько серьезных ударов нанесено по российским войскам. С утра это было сделано под Изюмом. В общем, в сложности где-то от 30 единиц техники было уничтожено. Также сегодня наносились удары и в Запорожской области. Именно артиллерийские удары. Также, как мы понимаем, что-то непонятное происходит на территории России. Почему-то происходят пожары, что-то там... Ну, в общем, неладно. Кто-то, наверное, наложил какие-то проклятия на конкретные города близ территории Украины. В остальном ведутся очень тяжелые оппозиционные бои. То есть, в направлении Славянска с разных сторон пытаются продвинуться русские войска. Но, к счастью для нас, это им пока что не удается. И надо понимать, что, поскольку, грубо говоря, за несколько недель эти войска продвинулись на несколько километров, они уже сами не верят в какое-нибудь успешное продвижение, прорыв. То есть, у них уже нет мотивации и веры. Вот. Это такой очень важный фактор на данный момент и на то, что будет происходить в ближайшие дни. В Мариуполе ситуация, к сожалению, тяжелая. Но сегодня была попытка вывести первых гражданских из Азовсталя. И на территории Мариуполя прибывает колонна уже эвакуационная от ООН. Ну, вот. Будем надеяться, что ситуация как-то разрешится. И, честно говоря, я ожидаю, что, в силу нескольких обстоятельств, что ситуация разрешится. И в контексте наших ребят, и их удастся оттуда вызволить. Но это, скорее всего, будет не раньше, чем через неделю-две. Да, сроки, конечно, большие. Мы понимаем, что вызволять нужно как можно быстрее. Но главное вызволить. Главное вытащить людей. О вооружении и помощи Запада мы много говорим и много читаем. И ленд-лиз для Украины, и Соединенных Штатов, и встреча на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Как думаете, какая западная помощь военная придет быстрее? И что это может быть за помощь? И как сильно она может переломить ход военных действий в нашу сторону? И как можно быстрее выгнать оккупанта с наших земель? Ну, во-первых, давайте скажем, что много помощи мы получили до Рамштайна. То есть были заявления поляков про 200 танков. И Чехии передавали нам много, и Словакии. Вот. Самое большое усиление, которое мы ждем на этот момент, это гаупицы, это дальнобольная артиллерия, это реактивные системы залпового огня. Это то, что вот на сейчас может переломить ситуацию на поле боя. И вот этого всего мы ожидаем. Часть из этого, конечно, уже работает. Часть в процессе, но... То есть все будет хорошо. Также нам очень важны боеприпасы. Потому что, конечно же, это очень интенсивная война, которую мир не видел со времен Второй мировой. И даже во времена Второй мировой не всегда... То есть была вот настолько большая интенсивность боев. И, конечно же, мы расходуем очень много боеприпасов. Кстати, враг делает это тоже. И враг уже тоже наш начал искать по всему миру боеприпасы для своего оружия. Вот. Поэтому, то есть самое важное, это дождаться именно вот этих гаупиц и дальнобойной артиллерии. И все другое, это уже не про то, чтобы это было завтра здесь. Это вообще в принципе о том, что мы на регулярной основе будем получать оружие. То есть каждый месяц мы его будем получать. Несмотря на потери, несмотря на бои, мы его будем получать. Это уже неизбежно. Это значит, что мы сможем воевать долго, если надо будет. Или мы даже больше того сможем с этим оружием контратаковать. Я также хочу обратить внимание, что в отличие от России, мы провели мобилизацию. То есть и к имеющимся войскам у нас еще подходит подмога почти 100 тысяч человек. И для этих 100 тысяч человек им нужно было оружие. И мы его получаем. То есть фактически это почти по равне армии, которая вторглась в Украину. Эта армия уже выдвинулась на фронт. И я верю, что в ближайшие недели будут переломные. И эта армия решит исход этой войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok